В Террасполе начали выдавать продуктовые наборы детям, которые питались в столовых бесплатно. Продукты или деньги получают за два месяца, сентябрь и октябрь. Вот так сегодня выглядит вестибюль столичной второй школы. Почти 100 пакетов с продуктами и ни одного школьника. За партами только младшие классы. Сейчас идет урок. Ученики из старших классов пришли в школу с мамами помогать нести пакеты домой. А вот в школу все это привозили сами учителя. Прежде всего наняли машину, сами учителя, мужчины поехали, загрузили, здесь разгрузили, женщины раскладывали по пакетам. Вчера до часов восьми мы раскладывали. На одного школьника два пакета с продуктами. Их завязали вместе, чтобы не перепутать и не пропустить. По сравнению с тем, что нам выдавали весной, появилось какао, появилась тушенка в стекле, сыр янтарь, его не было, паштет. Продуктовый набор весит немало, поэтому Петр оставил дома жену с детьми и пришел сам. Отпростился с работы, получаю паек. Почему выбрали именно продукты? Не знаю, так было решено с супругой. Ваше дело принести, да? Да, доставить в дом. А вот Ирина живет прямо напротив школы, поэтому пакеты сможет донести сама. Дома трое детей и ждут маму со сладостями. Такому подарку дети радуются гораздо больше, чем денежной компенсации. На деньги все не купишь, понимаете? Бывает, там денег немножко экономишь. Там вот эти вафельки, тут соки, шмоки. Он уже не пропадет, а детям это все надо. Постартируем, что куда, что на Новый год, что сейчас кушаем. В Террасполе продуктовые наборы или деньги за сентябрь и октябрь получат 3,5 тысячи детей. Это и школьники, и малыши из детсадов. За ноябрь и декабрь цифра будет меньше. В столовых учеников начальных классов снова начали кормить. А родители, у кого дети постарше, скоро снова придут за пакетами. Дистанционку продлили минимум до конца этого года. Регина Васильчук и Андрей Евчинников, ТСВ.